давайте начнем сначала вообще как это все началось да собственно была придумана там идея там работать до детьми детских домов и было четкое понимание изначально что приехать один раз на новый год потом 1 июня в день на счету детей да потом 1 сентября это не наша история то есть это нужно понимать мы понимали то что социализировать помочь даже не социализировать именно помочь реализироваться ребенку в нашей среде можно только за счет определенной системы поэтому мы определили для себя что это там посещение два раза в месяц да и с определенной какой-то еще там программой постарались сначала выводить ну и сейчас тоже да применяем эту практику через творчество ребенка через творчество гораздо проще идет на на это пробовали начали заниматься еще под неким там образовательным таким небольшим программам даже элементарные навыки общения дело в том что мы понимаем что ребенок сталкивается с определенной сложностью изложение своих мыслей это даже наверное не первая сложность с этим даже сталкивается не только ребенок из детского дома да 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 но самое основное да это проблема вообще общения проблема доверия в общении да и знакомства когда общение прям мой любимый конек вот и вот когда ну я прихожу в детский дом там если это новые абсолютно ребята да то я понимаю то что в основном это деление на такие две такие категории да кто-то бежит это снова маленькие ребята до обниматься и им нужна ласка им нужно тепло они хотят это получить а вторая группа которые уже во первых либо это замкнуты потому что в жизни что-то уже произошло да и у нас к сожалению часть детей большая часть детей это не даже нет казнички изначально это ребята которые пришли не из дома малютки а которые пережили в своей жизни очень большое потрясение и сейчас вот они находятся в сознательном возрасте да и они это ну это не уйдет никогда из их памяти причем ну это бы нас засело надолго и вот вторая краски группа да это те кто не пойдут там на контакт сразу же и мало того им также дальше будет сложно общаться вот мы старались там развивать какие-то коммуникативные да у них навыки навыки конечно спустя какое-то время мы понимаем то что мы занимались не только мы этим занимаемся да и детских домов большое количество и общественных организаций которые приезжают а слушай агентство остановиться да пока еще на по поводу навыков вот вы когда делали формировали эту программу вы ее делали вместе с специалистами которые занимаются с детьми сиротами когда я готовила то мне помогали как раз таки вот из моей общественной организации люди специалисты да это люди которые имели образование имеют образование в этой области когда мы приходили в детский дом все равно вы не придете здравствуйте мы пришли да мы захотели приходить и вот нас сразу же пустили нет конечно же мы выходили на разговор с администрацией мы выходили сразу же нам предложили мне очень повезло выйти на разговор с психологом которая где-то помогла откорректировала подсказала да и скажем так оказала такое некое психологическое сопровождение на какое-то время некое психологическое сопровождение на какие-то моменты